Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну, во-первых, сегодня нас достаточно много, хотя, знаете как, мы всегда как максималисты хотим 124 человека в группе Viva Stars. Почему не 124 человека в субботу? Ну, тут уж 55, конверсия очень неплохая, там где-то 40%. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да. Так, видно мой экран? Да, видно. Ага. Ну, вот я открыла свою страничку, по которой работаю, и сейчас немножко небольшой такой отчет проведу, что я вижу на этой странице. Ну, во-первых, пожалуйста, это было условием, да, и, пожалуйста, его не игнорируйте, заполните вот эту свою аватарку. Со своей фотографией ей, пожалуйста, без кошечек, собачек, потому что не очень понятно, с кем ты общаешься тогда, без цветочков и деревьев. Вот сюда фотография, которая вам нравится. Прямо вот поставьте ее. Это первое. Потом, когда мы здесь сейчас работаем, да, ну, вот видно, кто уже давно работает, фамилии, имена, все. Вот я понимаю, что. Может быть, Игорю это не так важно, а мне это крайне важно. Вообще, кто сейчас присутствовал, кто задает вопросы, и, Марина, у нас вот не одна, пожалуйста, фамилию сначала пишите, а потом имя, поскольку, видите, он обрывается вот здесь, вот не всегда понятно. Ну, Людмила Санна, ну, я-то знаю, понятно, Чибисова, всех остальных. Значит, вот здесь просто переизменить и поставить вместо ваших айфонов и прочее. Ну, в основном почти все сделали. Вот только у кого-то имя, девочки поставьте, пожалуйста. Вот Ле Окс это кто? Ну, и так далее. Пока вот на сегодняшний день, поскольку это открытая часть, и люди, которые просто заходят, возможно, это люди и не в структуре, или в структуре только-только появились и принимают решение хочу-не хочу, ну, возможно, шифруйтесь. А дальше вот у меня просьба такая. Итак, я проверяла домашние задания, все, которые сделаны. Получилось у меня следующее. К 19 марта, то есть не вчера ночью, а позавчера ночью, у нас были немножко другие цифры. Было, например, вчера ночью было 81, зарегистрировано, а утром еще три человека присоединились, и я вас приветствую. Вот сейчас 84 человека. На 19, то есть на позавчера, сданы были задания всего 25 человек. Ну, может быть, это даже не всего, это из зарегистрировавшись, там была такая приличная цифра, я забыла, конверсия какая. И мне было интересно еще, когда люди делают домашнее задание. Ну, например, 14-го, когда прошел прошлый у нас вебинар, сделали задание 6 человек. Это, наверное, те самые 6 человек, которые сразу и зарегистрировались. В ТЭЗе зарегистрировались и что-то уже сделали. 15-го уже 28, уже, наверное, пришла, голова пришла в норму. 16-го 25, 17-го чего-то там, как-то во вторник был, наверное, перерыв 6 человек. 18-го, 22-го 19-го. И вчера было сделано 36 заданий, потому что до 2-х часов ночи я их еще просматривала и старалась просмотреть и дать ответ. Смотрите, по тому, всего у нас сейчас 6 домашних заданий было. Да, вот эти 6 домашних заданий, если я умножаю на 84 зарегистрированных человека, то получается уже 504. Это у меня была другая цифра. 504 домашних заданий. На сегодняшний день сделано, где-то у меня было тут 112 и плюс 36. Еще одно, по-моему, сегодня было задание. Ну, это где-то сколько-то, 140, ну, 150, допустим, заданий из 500. Я думаю, что это неплохо. Значит, стоит ли... Хочу отметить, хочу отметить, кто сделал блестяще и больше всего. Марченко Анатолий. Спасибо, Анатолий. Да, ну, видимо, уже уровень подготовки такой, что достаточно просто все это сделать. 5 заданий, и выполнены они просто, это блестяще. Вот то шестое задание, с которым нужно будет, я думаю, повозиться, потому что оно уже серьезное сетевое. 5 заданий выполнил Таня Панарина. Ребят, возможно, вы сделали вчера что-то. Я сделала статистику только по 19 числу, поэтому тут не обижайтесь. Кто-то сделал 4, и я позволила себе отметить, кто сделал, на мой взгляд, просто вот все четко, внимательно, что это значит. Все сделали хорошо. Но вот по пунктам, отвечая на каждый вопрос домашнего задания, это было сделано, вот опять же, хочу отметить, два восклицательных знака, это прямо вот блестящее сделано задание. Это опять же Марченко Анатолий, как всегда блестящее, Бублиева Людмила, Черемина Тамара, Юля Сафонова, с одним восклицательным знаком. Ребят, ну это по ощущениям, все сделали все равно хорошо. Но это то, что я выделила по четкости, по правильности, потому как человек читает и выполняет. Афонина Ольга Вараксина Тамара, Сухорукова Надежда, Чибисова Людмила, Бочарникова Ирина, Томинова Надежда, Боковец Людмила, ну по три уже, да, Таня Печатникова, Мажарова Лена, Шатохина Ира, Жебет Наталья. Сегодня еще, я не отметила, кто сделал вчера. Ангор Нина, вот здесь вот тут вот написала, тут хотя бы два задания, но оно выполнило великолепно. Мне все как бы, все это понятно. Вот это о домашних заданиях. Что я еще хочу о них сказать? Ребят, у вас в самом начале этого выполнения домашнего задания стоят четко по пунктам, что нужно сделать, то есть на какой вопрос нужно ответить. Пожалуйста, отвечайте как можно подробнее, потому что для вас это обучающий материал для новеньких сотрудников. Вот если вы один раз напишете это, вы это себе сохраните в какой-то там, не знаю, для себя просто текст, это по сути скрипты, которые стоят жутких денег, а вы их сами создадите и сэкономите достаточно большое количество денег. Как мне тут Игорь недавно сэкономил, сколько, Игорь, мы сэкономили? Тысячу рублей? Ты 500 и 500 по дикторскому этому тексту трех слов, двух предложений. Да, тысячу рублей. Ольга Васильевна прям за пять минут заработала. Да, у меня была другая задача, когда Игорь сказал, нужно записать скрипт, ответы по телефону. Я тут сразу представила, это надо кого-то искать, это надо договариваться, потом он придет, потом устроит, не устроит, потом надо что-то объяснять. Это, в общем, куча времени. Я говорю, Дейский, я попробую. Вот я это, а там чего пробовать-то? Каждый из вас это может сделать. И записав это за пять минут, правда, тут он мне хорошую новость сказал, ну вот тысячу рублей мы сэкономили, потому что 500 рублей стоит вот там несколько предложений для того, чтобы диктор записал. Вот эти деньги вы сейчас экономите на тренинг-центре, на очень многих вещах, и в том числе, когда вы пишете домашнее задание, вы прям считаете, скрипты стоят очень дорого. Более того, они нас могут не устроить, потому что человек не знает какой-то специфики нашей, специфики сетевого, специфики Игосана. Поэтому вы прописываете очень тщательно, не бойтесь писать неправильно, не бойтесь, если я напишу вам, что этого недостаточно, не зачтено. Это не значит, что вы плохо написали, это значит, еще хочу, чтобы вы уточнили. И вот по моим комментариям сразу исправляйте, и все и будет зачтено. Лучше сделать это задание идеально. Вот это очень-очень важно. Ну вот потом, век роста, а что-то еще, подождите, подождите, хочу побыстрее, получается, как всегда. Получается, как всегда. Так, век роста площадка, я от нее пока в восторге, в совершенном. У нас была площадка обучающая Трелла, она более закрытая площадка, это был у нас проект, целый год он шел, я потом расскажу вам об этом проекте, расскажу об участниках, и сейчас уже практически мы закончили, там остается несколько цифр, я очень боюсь ошибиться, потому что эту работу, которую они проделывали целый год, работали, приезжали на семинары вживую, проводили семинар, они получают, лучшие из них получают генеральные призы, всякие призы. И могу вам сказать, что один из призов, генеральные призы, это три приза, которые по всем пунктам у них сделаны были блестяще, первый приз 200 тысяч рублей, второй приз 90, третий, по-моему, 60 тысяч, это вот три генеральных. Но есть еще четыре приза, спонсорских и зрительских симпатий, которые мы определяли, они тоже значительно такие большие, серьезные. Ну, не по 10, не по 20, даже тысяч рублей. Вот, возможно, что-нибудь из такого будет у вас. Теперь обратите внимание, тут есть такие, вот такая штука, как новости. Я написала в эти новости, чтобы вы могли, ну, вот тут 79 человек было, было сначала 74, я тут только успеваю править. Сейчас зарегистрировано 84 человека, да, 84 человека. Представьте, что эти я все равно буду просматривать, потому что, ну, потому что так хочу. Вот, на вебинаре было более 100 человек, в Ивостарс сейчас в группе 124, зарегистрировано у нас 84, это великолепная цифра, это те, кто хочет, те, кому это интересно, обучаться, потому что основной, весь, вернее, даже не основной, а весь обучающий материал только здесь. То, что рассказывает Игорь и я 14-го, 21-го по субботам, это организационные вопросы, это вопросы, которые связаны с тем, как сделать, куда написать, ну, и какие-то мелкие вопросы. Вся остальная работа идет только здесь. Записанные ролики, их уже достаточное количество, причем я вообще не понимаю, когда Игорь это делает, хотя мне кажется, я начинаю соображать, потому что я, чтобы записать ролик, я что-то собираюсь, 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 а потом понимаю, думаю, стоп, вот у меня есть, как бы, готовый материал, который я хочу рассказать, вот сейчас хочу. Он еще у меня может быть не вычищен, он еще не сделанный, но я включаю камеру, и если у меня есть этот материал, и записываю эти 2-3 минуты. Все, он уже у меня сделан. Менеджеры, наверное, помнят, где-то года 3, по-моему, назад, на каждой планерке, у нас где-то один раз, ну, каждый год у нас был какой-то девиз, под которым мы работаем. И вот один год у нас был, это о прокрастинации. Знаете, что это такое? Это откладывание, постоянное откладывание дел. И для того, чтобы с ней бороться, мы все ею подвержены, для того, чтобы с этим бороться, там же они пересекаются еще с одним шикарным словом, перфекционизмом, да? Почему я откладываю? Я откладываю, чтобы очень хорошо сделать. И выходит, что я вообще ничего не делаю. И у нас был такой девиз. Мысль, решение, действие. Где-то давно-давно, когда я только стала руководителем музыкальной школы, замдиректора, для меня это была паника. Особенно у всех таких творческих людей, организация, дисциплина и прочее. И вдруг я что-то не так сделаю. У всех отличников одна и та же проблема. Хочу как лучше. Так вот, сейчас это очень и очень важно. Для всех абсолютно, на мой взгляд, это важно. Вот пришла в голову мысль позвонить Пупкину. Во-первых, мне не очень комфортно. Потом я начинаю думать, нет, это же надо встать, куда-то сходить. Если телефона нет рядом, сейчас это телефон, раньше это было в блокнотике. Найти его телефон, подумать, что нужно ему сказать. Да, нужно подумать, конечно. А вдруг он скажет нет? А вообще удобно это будет? А что он обо мне подумает? И вот начинаем мы себя накручивать. В конце концов мы говорим, ладно, потом. И вот это как раз замечательное слово прокрастинация. Что я училась делать? Потому что было огромное количество всяких проблем. Я пришла мысль в голову, вот это надо сделать. Дальше я принимаю решение, хотя бы схему, как я это буду делать, и про что я буду говорить. И дальше я беру в руки трубку и звоню. Ну, правда, потом еще один пункт очень интересный, когда он не отвечает, ты выдыхаешь и говоришь, славьте Господи, потому что все равно страшновато. Но вот на чем пролетает очень много наших новичков и мы с вами тоже, это вот на этом. Потому что новички говорят, пока я не выучу весь продукт, я не могу выйти. Пока я не попробую... Давай, я с телефона буду слушать. Лидия, выключите звук. Пока голос слышу. И так далее. Вот с этим очень важно. Это то же самое касается и нашего обучения. Страшно к нему приступить, страшно открыть, страшно написать. Ну, во-первых, ваше домашнее задание, кроме меня, Игоря, ну и человека, который будет спонсором, я сейчас немножко скажу об этом, никто не увидит. Пишите. Чем хуже вы напишете, то, что вы думаете, ну, хуже в вашем понимании, для нас это будет лучше. Мы будем понимать, что вам непонятно. И можно будет тут же мгновенно вот это уже исправить. Потому что это самая лучшая обратная связь, которая вообще придумана в мире. Поэтому будьте внимательны с этим. И вот в новостях читайте, пожалуйста, новости, которые мы вам будем писать. Открывайте вот этот вот, вот этот вот разделчик новостей, и мы уже будем, вы уже можете быть в курсе. Так, теперь по тому, я, конечно, как всегда, бросила клич, чтобы мне написали свои структуры. Написали только несколько человек, тоже как обычно. Вот. И я, значит, выбивала буквально. Времени вы понимаете, что это очень много отдает. И вот здесь будьте внимательны к тому, что я прошу вас сделать. Но получилась у меня пока вот такая вот схема, которую я сброшу. То есть я разделила, кто-то мне написал, мы, девочки, мне написали, кто непосредственный, реальный спонсор тех людей, которые записались на наш век роста. Кто подписался, кто будет обучаться, потому что следующая суббота уже не за горами. Значит, смотрите, я этот документ сейчас сброшу в группу VivaStars. И вы его еще раз проверите, потому что вот это уже такой основной документ, который на сегодняшний день я понимаю. Значит, и так, черным выделенным спонсор, значит, вот Шунина, спонсор, непосредственно, то есть чья эта структура? Лидия Митрофановна, я вам Лидию Козаренко прикрепила для того, чтобы, ну, потом объясню. Да? Теперь, и вот здесь вот выделено Волкова, сам участник и человек-дистрибьютор, который у него есть, и Повешникова, Исматулаева, Хамизат и так далее. Вот это вот то, что у меня сейчас, какие сведения есть. Что выделено красным? Это люди, которые либо присутствуют на вебинаре, либо они, ну, такое пожелание, так сказать, вот я буду, наверное, участвовать, но еще не зарегистрировались. Я сейчас скажу просто о том, что, ребят, не бойтесь регистрироваться. Вы должны регистрироваться туда, потому что открытая часть, открытую часть вы можете изучать сколько угодно. Там нет сроков. Вы можете просто вот сделал это задание, ваш спонсор будет проверять его, проверил, открыл доступ к следующему уроку. Тут нет сроков определенных. Вы можете просто спокойно выходить. Дальше. И вот поэтому посмотрите, Жанет, вот этих девочек я не увидела, может быть, что-то я, правда, не увидела. Рафальская, Утаня Фонарин. Вот несколько человек, которые не зарегистрированы. Вы их увидите красным цветом. Лазарева Галина сейчас уже зарегистрировалась. Галя, правильно я говорю? Вот этот список просмотрите, потому что это то, что было на вчерашнюю ночь. И вот несколько человек, которые... Галина Вахренева, по-моему, я сегодня видела, и Чувасова Анна видела. Но! Они зарегистрированы, но я не знаю, чья это структура. Вот несколько человек. Если вы сейчас прямо мне скажете это, то будет замечательно. Спасибо. Ничья. Залистка, Яна. Вахренева Галина Чибисова, Людмила Александровна. Вахренева Галина. Лазуренко тоже Будай. Ага. Девочки, замечательно. Лазуренко тоже Будай. Отлично. Они прямо рядышком идут. Полянцева Марина. Полганова, Ольга Васильевна. Ага. Она там... У меня в структуре ее мама, она как Светлана зарегистрирована, но она смотрит свое имя. Все, прекрасно. Вахренева Галина есть у нас уже. Вахренева Галина, это Чибисова. Угу. Отлично. Бадякина Ира, если я не ошибаюсь, это неудачно? Палухина Татьяна. Угу. Так, Быкова Ирина. Быкова Ирина отказывалась от обучения. Ольга Васильевна, Залиска – это Малахова и спонсор. Залиска Яна Малаховой? Да, это моя. О, Господи, это Галина Вахренева написала про Чибисову, а я тут это. Залиска Малахова. Хорошо. Ну, видите, как у нас все быстро делается. И Анна Чувасова. Это Быковец. Быковец, Жеребцовой. Ну, знаю уже дальше. Спасибо вам большое. Если вы посмотрите эти списки, кого-то не найдете, напишите мне, ну, напишите VivaStars, там мы общаемся. Спасибо. Дальше. В группе VivaStars мы общаемся, и то, что Игорь говорил, я повторять не буду. Пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы или задавайте личные вопросы. при этом очень трудно найти какую-то информацию там, удалить всякие такие вот вопросы, на которые, не вопросы, там улыбочки, смайлики, или там поздравления, всякую штуку, может только человек, который это написал. Я вас прошу посмотреть ленту VivaStars группу в Скайпе и удалить какие-то вот такие сообщения, которые не несут информации. Нерабочие моменты. Да, нерабочие моменты. Ну, просто, чтобы почистить. Хотя у меня вопрос, когда мы удаляем, там остается все равно вот эта вот штучка, которая, сообщение удалено, и оно все равно удлиняет ленту. Ну, здесь уже как есть. Тут уже что получится. Так, несколько слов скажу о курсе евро, поскольку мне больше всего нравится, как мы реагируем, как мы умеем реагировать. Точно так же реагируют наши клиенты и наши сотрудники. Реакция такая. После того, как повышался курс, мы сидели тихо, как мышки, и даже не спрашивали, а что это Томас не повышает курс. Дальше этот курс, когда повысили какой-то был день в четверг, мне многие позвонили, сказали, я в шоке. Я открываю тут же, ну, я, по-моему, вам сбрасывала, не помню куда, я открываю тут же продажу евро и франков и вижу 19-го числа это было, вот я это сохранила, 19-го числа продажа евро, да, евро здесь, евро, 92,8, вот вы видите, да, извините, что красненьким не обвела, некогда было, 92,8, домашнее задание плохо выполнено. Курс франка на, сейчас, сейчас, да, на 19-е курс франка продажа, повторяю, не ЦБ, по которому нам никто ничего не даст, это просто точка отсчета, был 87,65. дальше идут пляски, конечно, потому что 20-го евро стал 89,2, сегодня он еще понизился, но в понедельник, почему сегодня понизился, потому что торгов нету, в понедельник будут торги, будет все по-другому, франк 84,15, ну, где-то, и вот у нас франк объявляет Томас в четверг по по опту, так сказать, потому что когда вас спрашивают, можно ли купить по оптовой, по цене Москвы, или там Москва и Петербург, те, кто не понимает, как отвечать, и почему это делается, смотрите, есть программа на Вижн, в которой есть цена филиала, а это Москва, Петербург, и дальше я не уверена, какие цены в остальных филиалах, там у нас еще четыре, Краснодар, Красноярск, Самара, или три, сколько там получается, но неважно, и следующая программа, все остальное, все города не прибавляют, просто себе накидывают эти процентики, а в программе стоит интернет-магазин и все города остальные, у кого есть склады, другой курс, потому что людям, которые держат эти склады, им не платят деньги за аренду, за налоги, какие-то и прочее, они все это делают сами, и курс стоит другой, иначе говоря, Москва, Питер, это оптовые, ну, если грубо так, если для понимания, оптовые цены, все остальное, да, вот как у нас там оптовые рынки, кстати, сказали, что ни в коем случае нельзя покупать в запас сейчас ничего на оптовых рынках, потому что сбрасывается абсолютно всякая дрянь, залежавшаяся, заплесневела и прочее, все понемножку, ну, это уже другой вопрос, поэтому, когда меня спрашивают, можно ли, да, конечно, можно, вам что нужно, масло лимона, да, не вопрос, вот Москва, прям под боком 500 километров, вон Питер, чуть подальше, можно в Краснодар, смотаться, съездите и купите его, пожалуйста, на оптовой, потому что в магазине же мы не спрашиваем, а почему у вас дороже, чем на оптовом рынке, а какая у вас себестоимость, оправдайте мне по себестоимости, но это как бы к слову, поэтому курс, который у нас 70 и 75 и 6 интернет-магазин и регионы, по сравнению с курсом 92 или франка вот здесь 87, сейчас чуть ниже, он все-таки, извините за выражение, пониже, ну, не буду сейчас рассказывать, почему, почему Томас поднял цену, у меня вопрос, почему он так поздно поднял цену, и он, как бы, понятное дело, что покупать ему нужно будет, вот мы ему сдали рубли, а рубли мы сдали по тому курсу, который нам нравится, а он, для того, чтобы перевести эти деньги, потому что, понимаете, в кошельке он их не может отвезти, это только идет через расчетный счет, он их, они покупаются за 87,65, и вот он уже потерял эти деньги, ну и, а дальше может быть 92, и как угодно уж как повезет, вот это о курсе евро, но была и замечательная реакция, когда человек пришел, пришел и говорит, это у нас старый наш клиент, молодой человек, он пришел и говорит, слушайте, боюсь спрашивать, какой у вас сегодня курс, хотя у него не было никаких сообщений, что курс поднялся, просто он понимает, что раз везде поднялся, естественно, везде и поднялся, когда девочки сказали 75,6, он выдохнул, славьте, господи, не 92, он был как раз 19 числа, я успел, вот это адекватная реакция, ну а наша адекватная реакция, ребята, у нас зарплаты стали больше, те, которые получают деньгами, чтобы я так жил, и еще одна хорошая новость, самый большой оборот был, конечно, почему-то в понедельник, а после повышения цен, оборот был не меньше, чем, ну меньше, чем в понедельник, но не меньше, чем накануне, и вчера был тоже такой хороший день, достаточно, поэтому людей сейчас это уже не очень пугает, это все, что я хотела вам сказать, еще раз, домашнее задание потихонечку слушайте и выполняйте, и вот тот формат совершенно необычный для нас, он действительно необычный для нас, потому что мы привыкли, вот здесь вот мы сейчас вам рассказали, дали задание, потом вы сделали, выполнили задание, мы проверили, что поговорили, формат даже мне как бы не очень такой привычный, но мне он очень нравится, то есть в любой момент я выхожу вот сюда, в ленту событий, смотрю, если домашнее задание выполнено, вот здесь я его уже проверила, это у Игоря надо будет еще спросить, я еще не могу понять, что я проверила, что не проверила, но я проверила абсолютно все, вот из последних что, или если есть заявка, или просто проверка домашнего задания, то есть я могу ее посмотреть уже в любой момент, ну и прочее, значит, мы смотрим по очереди ролики, эти ролики открыли, сделали домашнее задание по пунктам, и дальше уже мы продвигаемся, обратите внимание, что там количество символов 150, и эти количество символов, это примерно 2-3 предложения, один абзац. спасибо всем большое за внимание и за терпение, будьте здоровы, богаты и счастливы, пожалуйста, пишите в Вивастар свои вопросы, спонсоры, я сейчас сброшу вам... Коля, а можно спросить? Да. А вот где это писать надо? Вот я что-то так до сих пор и не поняла. Уроки я поняла, как делать, смотреть, а где писать, я так и не знаю. Можно показать? Ты делаешь домашнее задание, оно выскакивает, и я вижу, что ты его сделала. А, то есть писать я ничего не должна? Нет, ты написала домашнее задание, да? И оно выскочило. Ну вот я говорю, то есть я свой текст нигде писать не должна, я просто смотрю и пишу, что урок прошел. Нет, подожди, все ты пишешь в домашнем задании. Вот, Оль, тогда объясни получше, где это домашнее задание. Потому что я до сих пор не поняла, что это такое домашнее задание. Сулья Васильевна, можно я объясню? Да, Игорь, пожалуйста, спасибо. Значит, смотрите, чем этот вопрос обусловлен, потому что в первом курсе, который называется курс по тренинг-центру, там нет домашних заданий. И там ничего писать не надо, потому что домашнего задания к этому курсу нет. И прямо в списке урока написано, что домашки нет. Поэтому вы его просто посмотрели и, как вы правильно говорите, отметили, что урок просмотрен. И все. Вы посмотрите, я сейчас открою, Игорь, секунду, смотрите. Вот видите, домашки нет. Да, 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 вот эти вот я прошла. И ничего писать не надо. Здесь пока домашки нет, но когда у нас появятся модераторы, я надеюсь, они появятся, в всех курсах будут домашки. Потому что, вот видите, там, например, урок, как заполнить личные данные. Там было сказано четко, что нужно загрузить аватарку. Но домашки нет, народ его посмотрел, отметил и пошел дальше. А будет домашка там, загрузите аватарку. Вот, и это не сделали, посмотрели, не сделали. Значит, вам ее не зачли. Просто сейчас заданий уже достаточно много, а проверяет их только два человека. Понимаете, мы просто не справляемся. А я поняла, потому что я тоже все сделала, и была я такая молодец, умница. А вот это первое задание, Наташа. А вот это второе уже полезный инструмент, это список уроков. Там в первом уроке нет задания домашнего, а дальше есть. И вот здесь вы должны уже написать, вот мы когда открываем... Что написано текст, значит, надо написать какой-то текст, да? Да, да. И вот в уроке, как пользоваться текстовым редактором, я его положил в курс, как пользоваться тренинг-курсом. Там как раз и как писать эти домашние задания, и как их оформлять, и куда нажимать. Поэтому вы его посмотрите, и этот вопрос у вас сразу отпадет. Да, я поняла. Спасибо большое. Да, пожалуйста. А куда вы положили это? Как чего-то там делать? Как пользоваться тренинг-центром, там последний урок добавлен, видите, как пользоваться текстовым редактором. И здесь я как раз рассказал, как отвечать на домашние задания, как оформлять, потому что был вопрос, как вставить картинку в домашнее задание. Я об этом не сказал, здесь все рассказано. И внимательно посмотрите. Вообще вот с этих уроков нужно обязательно начать, и, конечно, к ним нужно будет прикрепить домашку тоже, чтобы проверить, убедиться, что вы научились пользоваться самим тренинг-центром, иначе дальше вам будет просто сложно. И потом, правильно я понимаю, Игорь, вы же дополняете еще даже вот в этот... Да, я всегда пишу, когда урок выкладываю, я в чат кидаю, пишу, что в такой-то курс добавлен новый урок. Но я думаю, что у вас у всех будет появляться в разделе обучения зеленая кнопочка, и там должна быть информация, что если там появилась зеленая кнопочка, значит что-то изменилось в курсе, какой-то урок добавился, и так далее. Я это еще сам с другого аккаунта посмотрю, и, ну, например, в субботу следующую расскажу. Я думаю, что основная часть нашего вебинара закончена. У кого остались вопросы, мы останемся на связи сейчас, чтобы ответить на эти вопросы. Кто торопится и уже, так сказать, нет вопросов, то всем спасибо, большое до свидания, и до новых встреч. Спасибо большое, Игорь. А можно еще к вам вопрос? Ой, подождите, спасибо большое. Я, кажется, не сказала самого главного. Алло. Алло, мы будем писать, я не сказала самого главного. Вот эта наша открытая часть, она закончена. Да, ну вот до 27-го числа она будет закончена, ну, обучение. Наша открытая часть будет открыта всегда для тех, кто зарегистрирован вот в этом тренинг-центре. Поэтому, кто не планирует на основной курс идти, вы можете не торопиться, вы можете писать и смотреть их внимательно в том режиме, который вам удобен, да, если вам, ну, как бы не спеша. Здесь нет спешки. Этим вы можете аккуратно пользоваться и для своих новичков. Только не вываливайте всю информацию, это бессмыслица абсолютная, просто вот бред, бессмыслица. По одному уроку, тогда вы получите хоть какое-то такое общение, потому что нам всегда нужен повод пообщаться с новым человеком. Повода мы можем придумать только один. Когда придешь, когда купишь. Здесь есть повод, ты прошел этот урок, тебе все понятно. Не хочешь ли, я тебе объясню, потому что вот это пользование тренинг-центром, в том числе и ликбез ликбез по пользованию компьютером, да, он нужен даже не только в Вивасане, а людям будет нужен и в жизни просто, да, вот по одному. Но с 28, 28 число, это уже вебинар для тех, кто идет в основной курс. Основной курс, это когда вы должны будете в марте, либо кто не зарегистрирован в Вивасане, зарегистрироваться и приложить нам Вики, Вики сбросить в эту группу, или, ну, Вики именно в личку, что вот этот человек зарегистрирован. Дальше, вы, кто же дистрибьютор, пять продуктов любых купить, просто любых пять продуктов, и тоже сбросить подтверждение, все сделать умеют уже скрин, шот и сбросить скрин, из портала или из вашей распечатки, там фотография только ясно. Это условия, потому что основной курс у нас, спасибо, Игорь, у нас будет он бесплатный в смысле реальных денег, но он будет платный в смысле условий. Вот плата – это ваши условия. Вот эти пять наименований за марк, ну, там есть некоторые исключения, Люда Бублиева, чтобы не волновалась, и люди не волновались, есть некоторые исключения, которые там по-другому немножко сделали в другой месяц. Вот, и следующее, вот там уже будет обязательно домашнее задание. Если это домашнее задание не выполнено, да, то не открывается следующий урок, просто не открывается. И если до конца месяца вы не сделали 260, я еще раз повторю, там у нас были условия, но я его еще раз брошу. Если не выполнено 260 любого группового, личного оборота по регистрациям, не важно как, но вот в конце апреля должно быть оборот, у новичков минимум 260, и у старичков тоже минимум 260, и сделаны все домашние задания, вы переходите на второй, на следующий базовый курс. Ну, а там уже будем дальше смотреть. Поэтому до 27-го мы еще подумаем, как общаться с людьми, которые не пойдут в основной курс. Возможно, это будут какие-то мои встречи по вопросам, по каким-то там делам, мы уже посмотрим. И я думаю, что, ну, мы с Игорем обговорим еще это дело, потому что те, которые будут пользоваться вот этой общей открытой частью, у них еще тоже достаточно вопросов будет. И с ними, может быть, отдельные какие-то такие небольшие встречи будут проводиться. Посмотрим. Спасибо всем большое. Ольга Васильевна, а вопрос вот такой, если человек, допустим, вот новенький совсем, да, и он не успевает сделать к 27-му, там, 260. Нет, ему не надо к 27-му 260. К 27-му 5 продуктов. Это в апреле 260. Ну, вот в апреле, допустим, 260, он не может сделать. Дальше он как-то может потом пройти это обучение, которое уже или нет? Ну, не готова сказать тебе, ну, наверное, может, но, наверное... Ну, не сейчас, да, может, попозже. Нет, сейчас точно нет. Сейчас мы просто... Ребята... Васильевна, я так думаю, что мы уже сами будем тогда проводить это обучение, те, которые пройдут первые. К этому идет этот обучение? Так, я понимаю? Или нет? Ну, открытая часть точно сами. А закрытую часть не сразу сами. Знаю я вас. Ну, понятно, да. Ну, понятно, вываливаете все. Особенно халява. Поэтому пока я это дело прикрою. Ясно. Все понятно. Потом, девочки, смотрите, мои дорогие мальчики... Хороший стимул будет. Ну, а куда? Вы же понимаете, что я же... Тут же еще и я сижу, кроме Игоря. Поэтому тут вот как бы да. Смотрите, если человек, который взялся вот за это обучение... Вспомните, как вы все начинали. Все лидеры, которые вот когда-то начинали. Мы начинали сразу. Мы подписывали людей. То есть мы брались и делали. И все было понятно. Что вот человек хочет чего-то делать. Вот он хочет заработать денег. Ну, и так далее. Вот представьте, человек у вас прошел открытый курс. Все понятно с ним. Вы с ними возитесь. Вы отвечаете на вопросы. Вы там проверяете домашнее задание. Все замечательно, открытое. Условий никаких на открытый. Я вам хочу сказать, что на открытый курс здесь самая большая информация по... Ну, такая нужная, полезная для начала. Теперь. Вот он следующий вышел на основной курс. И он не может сделать 260. То есть что такое 260 группового оборота? Это 10 артишоков. Если по 2 артишока в день, то это 5 дней поработать. Просто всего по 2 артишока. А так, на самом деле, это один хороший клиент, если это продажа. Если это подписки, ну, пусть там 3 подписки или там, не знаю, сколько. Но если он даже этого не сделал, то ему зачем второй курс-то этот нужен? Он ему на кой? Вот просто ответьте. Зачем ему это делать, если он здесь еще даже не прикоснулся ни к чему? Там же будут домашние задания. Кроме всего прочего. Это... Чем хороша вот эта площадка Век Роста? Эта площадка не просто обучающая где-то, вот как вот трейла было там, или там еще какие-то... Это сетевая площадка для сетевиков. И потом вы будете уже, когда у нас будет другой тариф, и у вас будут свои площадки, вы будете, кто захочет их покупать, да, потому что там, в общем-то, она стоит того, и нам все равно приходить сюда. Судя по этим вот страшилкам про всякие коронавирусы, то мы удаленно будем все равно работать. То если вы работаете с ним, если вы все это показываете, и он ничего при этом не делает, потому что 260 – это чего-нибудь. Это хоть чуть-чуть. У меня была мысль сначала вообще сделать 780. Думаю, ну нет, это как-то круто. Ладно. 260. Если он даже эту вот малость за месяц не сделал, то зачем он вам, и зачем оно ему? Вот и все. Не согласны, кто остался? Все правильно. Да, все правильно. У меня другой вопрос. Оль, а вот этот вот, вот сегодняшняя наша встреча записывается? Ее можно где-то еще раз посмотреть? Она, правда, не с самого-самого начала, но она записывается, и когда Игорь обработает, это уже к нему вопрос, не ко мне. Нет, нет, а вот даже в необработанном виде, просто вот все, вот не уроками, не кусочками, а все полностью можно где-то посмотреть? Так, значит, смотри, открываем. Игорь, спасайте меня. Все лежит «Мои». Обучение. Обучение. Вы открываете спонсоров, Ольга Васильевна открывает «Мои», и вот чуть ниже пролистать, видите, курс называется? «Знаписи мастер-групп». Вот там сейчас… «Знаписи мастер-групп», понятно. «Знаписи мастер-групп». Здесь наша, да, предыдущая встреча, и здесь появятся сегодняшние встречи. Спасибо большое. Под видео там есть тайминг, с какой минуты, что у нас. Говорили, что легче. А это вообще просто отдельная. Да, потому что у меня некоторые люди вот не могли сегодня подключиться, и сказали, что с удовольствием бы посмотрели. Только давайте договоримся, вы все-таки напоминайте мне, чтобы я включал, то я что-то забыл сегодня. Хорошо, да, 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 это важно. Смотрите, тут еще вот, вот видите, мастер-группа, вот запись первой встречи, да, часть первая, и вот здесь Игорь написал тайминг весь, абсолютно, с какой минуты чего. Прекрасно, да, да, да. Цель первая. Ну, ребята, это уже просто вот… Это шикарно, мы такого раньше вообще не имели, да. Да, ну, потому мы имели. Ну, и я хотела бы сказать Игорю огромное спасибо, потому что работу, которую он провел за те небольшое время, которые мы знакомы, колоссальную, просто, просто колоссальную. Да. Еще раз хочу вас попросить заглядывать на здоровье, красота, благополучие на zkbv.ru, на наш канал, чтобы нам набрать как можно больше просмотров, чтобы YouTube начал нас чуть-чуть продвигать. У нас там будут интересные сейчас встречи. Мы вчера встречались с человеком, веган он. Веган, ну, такой не нахальный веган, а просто как бы, ну, вот если хотите, я вам расскажу. Будут вопросы по вегетарианству, веганству и там чем, тем, что отличается. Вот, у нас вчера приходил шикарный совершенно культурист по бодибилдингу, и он приведет еще там свою девочку, будет просто показывать. Ну, такие уже, знаете, здоровье, красота, благополучие, но пока мы о Вивасане ничего не говорим, мы просто привлекаем людей на наш канал. Единственное, что у нас там говорится, пишется, вернее, что спонсор нашей программы Вивасан Воронеж. Вот тут я все время, все время, чтобы он был. Ну, и стоит там что-то из Вивасана. Пока так, потому что все, что мы делали до этого, это региональные конференции, Николай Васильевич Адони все это рассказывает о здоровье, показывает, как, чего нужно делать с Вивасаном. Это не, это людям пока страшновато. Попробуем по-другому. Понятно. Еще вопрос у меня родился. Вот скажите, пожалуйста, вот на эту платформу век, век роста. Можно вот человеку выйти, посмотреть вот эти видео без всякой регистрации? Можно? Нет. Вы не можете попасть сюда, не зарегистрируясь. Некоторые уроки, которые у нас лежат, я их выкладываю на наш канал. То есть часть уроков прям лежат на канале здоровья, высоко, благополучия. И там вы можете это посмотреть без всякой регистрации. Но это не все и без домашних заданий и не в порядке. То есть задача вообще любого обучения это сделать структуру. Здесь структуру сделать можно. А на канале они просто лежат, набор каких-то роликов, не связанных друг с собой. Поэтому регистрация бесплатная. Человек придет, зарегистрироваться, но не будет пользоваться. Вот видите, там Людмила написала, что тот отказался. Ну пожалуйста, можно даже удалить аккаунт здесь. В настройках профиля есть кнопочка удалить аккаунт. Он может посмотреть, потом удалить свой аккаунт и все, и забыть об этом. Тут же понимаете? Понятно. То есть в принципе, если бы вот я так рассказала человеку, ему захотелось посмотреть, но он пока никаких не принял решений. Он может войти, зарегистрироваться, посмотреть все, что ему нужно, а потом просто удалить свой аккаунт. Да, да, да. Может не удалять, но это как бы это личное решение. То есть бесплатный курс, он как раз для того и сделан, для того, чтобы люди познакомились с тем, что он... Да, да. Я спрашиваю, чтобы мне самой было понятно, как вот объяснить человеку. Вы скажите человеку, он не регистрируется в ВИВАСАН, то есть он просто регистрируется в обучающем центре, который по большому счету, что, да, конечно, вот одна из специфик наших курсов, которые дальше, я буду рассказывать на примере ВИВАСАН, чтобы люди ничего не придумывали, чтобы просто посмотрел и повторил, понимаете? Но это уже, когда закрытая часть пойдет. Сейчас мы по большому счету рассказываем просто много полезных вещей. Если человеку понравится, как подается информация, то есть он, возможно, захочет отстаться с нами и дальше. Но с ВИВАСАНом это пока никак. Спасибо, я поняла, спасибо. Ну и раз я начал говорить, я сейчас еще два слова скажу. Значит, коллеги, Ольга Васильевна сказала о пошаговых домашних заданиях. Они появились вот прямо относительно недавно. Это Ольга Васильевна там все мои кривые ошибки исправила. И вот написала, сейчас домашние задания именно по шагам. Один, два, три, четыре. Понимаете? Это вот правильно. Потому что, ну, вам так будет легче воспринимать и так легче проверять домашнее задание. То есть вот конкретно один, есть ответ нет. То есть это появилось недавно, это за слово Ольги Васильевны. И еще раз повторюсь, я сейчас буду в скайпе сидеть, поэтому кто захочет стать модератором, давайте прям не откладывая в долгий ящик, давайте спишемся, поговорим и что-то начнем уже делать. У меня все. У меня тоже. У вас там как? Все? Спасибо большое. Очень было интересно. Игорь, я не поняла, что в скайпе сейчас будете вы? Игорь, модераторов искать. У нас подключится к модерированию, хотите стать модератором, пишите мне в скайп, говорите, я хочу быть модератором, мы с вами время найдем. А что значит модератором? Модератором, это значит, вы будете, у вас будет возможность проверять домашние задания, отвечать, ставить им статус, что они выполнены. То есть уже, когда отправят на проверку, они будут ждать либо вашего решения, либо моего, или Ольги Васильевны. Вот сейчас 5 человека могут сказать, да, ваше задание принято. Хотелось бы, чтобы их было больше и вам это самим. Ну, Юлия Сафонова по каким-то этим самым, по полезным инструментам, по компьютерной грамотности, Юлия Сафонова, деваться тебе некуда придется. Кто там еще? Там еще у нас есть. Ну, Анатолий Марченко, я так сказать вам не могу, поэтому могу только попросить. А Юльчик, тебе могу. Тебя знаю давно. Так, хорошо, Игорь, мне нужно будет время в скайпе, тогда вот я сейчас некоторые вопросы потом задам, ладно? Спасибо огромное. Я вообще счастлива, когда проходят наши вот такие вот мероприятия, и когда собираются люди, это у нас есть интерес. В общем, всем огромное спасибо. Задайте вопросы тем, у кого не было, почему не было, и как они могут потом посмотреть, из тех, которые зарегистрированы. 84 зарегистрировано, присутствовало 55, по-моему, 55, 56, самая большая цифра была. 58. Все, целую вас, я пока. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok